Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчемная, и с вами YouTube-канал «Всё наоборот». Я больше 20 лет занимаюсь образовательными, рабочими и культурными программами в Австралии. Сегодня по многочисленным просьбам рассказ об австралийском паспорте, как у Маяковского. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Австралийского Союза. Что мне только не пишут по этому поводу. Какие-то версии по методам его приобретения, рассказы о том, что для его получения надо 4 года быть на permanent resident visa. Вообще, непонятные бы лички с форумов и мнения разных знатоков, ни разу в Австралию не заезжающих. Давайте начнем сначала. Получить австралийский паспорт имеют право все люди, имеющие австралийское гражданство. Внутри страны паспорт не нужен, поэтому австралийцы, не выезжающие за рубеж, обходятся другими документами. Например, водительскими правами. Так что дальше речь пойдет о том, как и кто получает австралийское гражданство. Единственный источник, которым следует интересоваться по этому поводу, сайт иммиграционного департамента Австралии. Вы видите его сейчас на экране. Там четко, ясно и недвусмысленно сформулировано, кто имеет право претендовать на получение австралийского гражданства по натурализации. На момент записи этого ролика для подачи на гражданство необходимо прожить в Австралии не менее 4 лет на легальных основаниях. Студенческая визия, трудовой и так далее. Из них последний год в статусе постоянного жителя. За 4 года вы не должны отсутствовать в стране более года и за последний год не более 3 месяцев. Из всех цивилизованных стран это одна из самых простых и быстрых процедур получения гражданства по натурализации. Если вы удовлетворяете описанным формальным критериям, вам необходимо подготовиться к тесту, проверяющему ваш уровень знания английского и знания основных страниц истории, политического устройства, законодательства и жизни страны. Тест простой, но если вы совершенно не в теме, вы его не сдадите. Он обязателен для всех между 18 и 60 годами. После успешного прохождения теста претенденты на получение гражданства приглашаются на церемонию, как правило торжественную, где обозначают свое намерение жить в Австралии, быть верным идеалам австралийского общества, приносят клятву верности и им вручаются сертификаты гражданства. На самом деле суетливые вопросы типа «а сколько у вас там сидеть до паспорта?» выдают странную идею дождаться синенького и рвануть куда-нибудь вдаль светлую. Теперь о некоторых важных вещах. Во-первых, о получении австралийского гражданства. Австралийское государство совершенно не мается в нетерпении, когда же вы наконец приедете. Отсидите положенные сроки, получите гражданство со всеми плюшками и улетите куда-нибудь, размахивая новенькими хрустящими корочками, чтобы ждать вас потом с пенсиями, пособиями и государственной медицины. Австралийское гражданство – это большая привилегия. Приобретая его, вы становитесь частью цивилизованного мира. На самом деле признаете его ценности и основы. Ограничения на количество проведенных вне страны месяцев в течение этих четырех лет – это не такая простая странная выдумка законодателя. Они, ограничения, означают, что вы на этот период становитесь полноценным резидентом для налогообложения. Можно разобраться, чем вы на самом деле занимаетесь, как характеризуетесь, интересно ли вы как член австралийского общества. Удовлетворение формальным критериям на получение гражданства – это не гарантия, что вам его дадут. Если есть основания полагать, что у вас что-то не так с налоговой, полицейской, общественной точки зрения, гражданство можно спокойно и не получить. Во-вторых, многие австралийцы, живущие в стране десятилетия, не получают по разным причинам гражданство, а просто находятся на статусе постоянного жителя. Например, чувствуют глубокие связи с Германией или Швейцарией. Вообще, торопятся с приобретением новых гражданств в основном выходцы из стран третьего мира, особенно россияне. И это понятно почему. Для нас, живущих в Австралии, гражданство – это вовсе не паспорт синего цвета, с помощью которого можно беспрепятственно разъезжать по всему миру, жить в большинстве цивилизованных стран и, вернувшись домой, рассчитывать на спокойную жизнь, помощь и поддержку в случае проблем. Для нас гражданство – это все то, что это обеспечивает. Эффективное государство, крайне низкий уровень коррупции, свобода слова и вообще гражданские свободы, справедливый суд, независимая пресса, честные выборы, мощные гражданские организации, общественный контроль за деятельностью любого органа власти. И это все не пустые слова и разговоры, это не бредни на уровне таксистов про мировое правительство, за кулиску, договорники, заговоры и тайную руку американцев о всемирном театре кукол. Это повседневная практика, когда любой гражданин платит налоги и не желает, чтобы на его трудовые деньги таджики по 10 раз прикладывали плитку. Содержались неспособные ни на что и способные на все полицейские, а чиновники превращались бы из скромных слуг народа в философствующих о собственной значимости миллиардеров, да еще с бандитскими наклонностями, корчащие из себя национальную элиту. Если вы на самом деле хотите стать австралийским гражданином, надо стать австралийцем. То есть разделять ценности, на которых стоит эта страна, понимать и принимать ее идеалы, связывать с ней свое будущее, будущее детей и внуков. Австралийцам есть чем гордиться, есть чем заняться и что строить. Закончит тоже маяковским. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левую. Я заметила, что во всех странах мира, когда берут в руки австралийский паспорт, улыбаются. Наш синий паспорт – символ добра и жизни в гармонии. Добро пожаловать в семью! Welcome home! С вами была Лидия Корчевна и все наоборот. Ютуб-канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите их на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. Субтитры подогнал «Симон»!